здравствуйте дорогие друзья мировой рынок цен на литий штурмуют все пределы правда недавно он упал но по результатам отчета блумберга цены выросли в 8 раз и за прошлый год 50 процентов объема рынка продаж лития состоялась на батарей для электромобилей об этом нам говорит статья в рбк автоньюз и пугают нас пугают ошибочно а может нет чего ждать и давайте посмотрим как влияет цена лития на стоимость аккумуляторной батареи разберем чего бояться чего нет с вами александр логинов заряжаем и так прекрасная рбк news выпустила статью в октябре прошлого года в котором сказали что цены выросли дико ссылка конечно в описании и по данным блумберга 2272 тысячи тонн 272 мегатонны лития карбоната лития в котором соотношение лития чистого 1 к 5 с копейками было куплено и вопрос для нас с вами простых обывателей до тех кто любят покурить вейпы и прочая вся история а также желающих приобрети электромобиль на что это вообще все влияет не является ли это спекуляции в прямым текстом для этого надо понять на мой взгляд несколько вещей вещь номер один влияние цены лития на сплоимость аккумуляторной батареи 1 2 общий объем рынка электромобилей в мире 2 3 количество выпуска возможностей произвести литий об этом кстати хорошо написано в статье и здесь я об этом не буду рассказывать это прямо реально отдельный серьезно очень виде ролик и 4 спекуляция наша любимая добротная спекуляция значит что я сделал я подготовил вам страшную табличку сейчас я даже чуть-чуть увеличу может быть не буду увеличивать что я значит сделал я подготовил для вас страшную табличку в которой с левой вот эту часть можно даже сильно не считать ее так серенькой сделаю значит у нас здесь катодные материалы разных составов потому что литий идет только в синтез катодного материала и в соль для электролита ли типа 26 но по сравнению с катодом его там настолько мало что можно пренебречь там сама частота электролита более дорогая дорогое и удовольствие нежели состав вообще каких-либо компонентов внутри электролита и у нас есть разные материалы откуда взял материалы данные есть компания торгрей американская хорошие ребята делают поставки материала всяких разных и вот они прямо прекрасно таблицу свели в одно место в которой куча параметров для технологов и есть вот такой параметр capacity capacity на миллиампер час на грамм это capacity у нас говорит о том сколько вы грамме этого вещества находится миллиампер час и мы с вами легко видим здесь я свел эту табличку что у нас достаточно большое количество с ростом концентрации никеля вот он никель вот эта табличка она приводит тому что концентрация лития увеличивается и ампер часы увеличиваются прошу прощения концентрация никеля увеличивается и ампер часы увеличиваются почему так потому что никель электрохимический более активен почему илон маск говорил вот в этом ролике о том что надо покупать никель наверное я теперь говорить не буду и почему вся его машина сделано под рецайтлинг тоже не буду потому что это крайне грамотный ход с литием все просто лития везде по одному молю друзья простите но класс 9 каждый из вас на заканчивал поэтому если что вспомните молекулярная масса бла-бла-бла самая важная часть вот массовая долю что то есть процент в грамме вещества литий если мы посмотрим общее содержание в основном одинаковые вы можете сложить цифры увидите там в районе 067 почему потому что есть еще кислород но кислород он берется из воздуха при синтезе материалов поэтому он как бы не учитывается в затратах курсы долларов есть есть литий карбонат есть есть значит у нас есть ссылка investing.com стоимость лития 452 500 вот так у нас за год скаканул с 80 до 560 цена карбоната лития карбоната лития ключевой момент что в карбонате литий всего 18 процентов лития там карбонат группа co3 вот она группа она там улетает при синтезе и так далее поэтому мы тонну карбоната делим на 18 78 процентов получаем что на тонну чистого лития в синтезе у нас приходится на 2 и 4 миллиона юаней по тему лучшему курсу дальше я делаю лишь простые махинации мы берем стоимость массы катода в батарейке 26 ампер часа популярная которая я знаю закупки стоит примерно 100 рублей где-то так без доставки без лагер без таможки и без мдс россии то здесь она стоит там подороже и что происходит у нас в пересчете на литий и потом на рубль 2572 значит что я не учитываю не учитываю никаких технологических путей затрат и так далее то есть вот она чистая математика исходя из практической практическая мы про нее емкости в катодном материале то есть вот она вот такая ситуация вот они все циферки взаимосвязаны кому надо пожалуйста ссылочка на таблицу есть скачивайте не парить и того да литий действительно дорогой но в массе элемента который стоит в цене финальной сборки элемент который стоит 100 рублей он весит всего 25 процентов дальше вот мы переживаем никель-кобальт да никель-кобальт кобальт страшен в каких батарейках которых его просто много вот он 20 процентов 333 уже весьма устаревший катодный материал почти его никто не использует вот эти два последних используют в основном 811 во всех премиум 622 в хорошем премиум не ориентированным на ресурс элементов питания дальше у нас никель за тонну 25000 вот он красавчик это кобальт это никель 26 но не суть 329 26 329 ни на что не влияет 9 рублей никеля и кобальта значит по моим примерным прикидкам цена себестоимости по материалам элемента питания на масштабе на объеме в пересчете на рубль найти при текущих всех курсах примерно 45 рублей и дальше до 100 это технологические стоимости цепочек да при этом интересный момент заключается в том что они удешевляются это было есть всегда а материалы вот прыгают поэтому нормальные все производители фиксируют свою норму доходности и вот цена варьируется но варьируется от рыночной цены элементов компонентов для элементов питания поэтому например если стоимость тонны никеля вырастет в два раза мы вообще на себе не заметим разницы изменения в два раза цены на никель повлияет процентов на 6 на 7 в стоимости батареи то есть 100 рублей превратится в 106 рублей типа такого на самом деле действительно на что не влияет но для этого стоимость должна увеличиться в два раза но никеля в объеме отрасли литийных батареи очень мало очень мало это очень важно до лития много 50 процентов заявил блумберг давайте финальную часть посчитаем 72 миллиона триллиона не знаю сколько тут нулей грамм лития я тут хорошо посчитал дальше я поделил на ампер часы и вот это столько вот ампер часов проще мега ампер часов 98000 и гига ампер часов 98000 98 просто получается в гигаваттах все очень просто я 98 нажали на 36 это 36 вольтный элемент и получаем 354 гигаватт часа и вопрос такой сколько был машин сделано из предположения что в одной машине 100 киловатт часовая батарея все очень просто 3 миллиона пятьсот сорок тысяч а все зачем нужно нужно за тем чтобы понять а сколько всего было выпущено машин да достаточно все просто делим это цифры и получаем три с половиной миллиона пятьсот сорок тысяч машин вот такая интересная часть удорожание никеля я не предвижу кобальт ни на что не влияет в принципе марганец вы спросите где марганец у него цена около двух с половиной тысяч долларов за тонну он его огромное количество в мире дальше очевидно сейчас все борются за стоимость добычи лития и технологий по добыче поэтому дорогие друзья напишите мне пожалуйста вот что это было это кто-то пампел это илона сказал бюджету надо как бы хайпануть заработать втихую и слиться у него же кстати есть собственная шахта да вы не знали у него единственная шахта в сша принадлежит лично ему просто в этом никто не знает хорошо вот на самом деле об этом была новость стоит ли нам переживать нет не стоит будет ли удешевляться элемент питания я думаю да будет потому что только по сути акция лития на влияет на стоимость батареи но элементы питания технологические объемные прочие прочие все инвестиции которые уже понесены очень сильно добились технологии растут пампа лития не предвидится никель и кобальта тем более потому что никель используется в металлургической индустрии в которой потребность в нем просто в сотни раз больше чем в литионных батареях от этого не зависит и технологии предложены илон маском комплексе с батареи 4680 да это тот же видеоролик о котором я говорил чуть ранее говорит о том что подход на рецайклинг очень грамотный друзья если вам понравился данный экспресс видео обзор пожалуйста поставьте мне лайк потому что меня это поддержит и позволит вам предоставлять положительную такую ценную информацию стоит ли переживать мучиться или страдать по поводу батарей технологий и прочих новостей в индустрии аккумуляторных батарей с вами был александр логинов спасибо пока